Это шестой день нашего путешествия. К этому времени мы уже побывали в Германии, посетили Париж и докатились до одного из самых красивых городов Европы – Страсбурга. Мы, будучи в Париже, не успели посмотреть на такие достопримечательности, как Лувр или Нотр-дам-де-Париж, но здесь есть не хуже, здесь есть еще один Нотр-дам, и он является одним из самых высоких соборов в мире, шестой по величине, а когда-то, очень-очень давно, он был первым. Собор Страсбургской Богоматери – главная достопримечательность города, а площадь вокруг него считается одной из самых красивых в Европе. Его строительство началось в далеком 1015 году. За время существования он достраивался и видоизменялся, поэтому в его облике можно наблюдать и романский, и готический стили. А вот одну из его башен так и не завершили, что придает строению асимметричности. Это просто капец, какая она огромная. Забейте на Париж, посмотрите фотографии в интернете, это Эйфелева башня, и приедьте сюда ночью погулять. Это круто. Ни приезжих, ничего, молодежь, потому что тут много университетов. Это реально того стоит. Нет, вы только гляньте, он бреет шаурму. Бреет миско для шаурмы. Вот в таких местах мы обычно кушаем. Настоящая французская кухня, ребят. Мы пришли сюда, расположились, сняли наши апартаменты, а потом только вот сейчас Наташа нашла еще одну дверь. Оказывается, у нас даже махонькая, совсем маленькая, но все-таки есть кухня, совсем самым необходимым. Роман Чердынцев. Слушай вас, ты зачем меня в труселях снимаешь? Он добавляет эпизод. А зачем ты в них тут ходишь? Сюда. Смотри, такой Динка-полосатик. Дело шло ко сну, но Иванов решил найти какие-нибудь приключения на свой зад. Едим мы, значит, такие манго. Вот кто-то там стучит. Митя, каким-то образом уже оказался на крыше. Выходи давай. Интересно, откуда он зашел? Я понял, откуда. Откуда? Бодега. Как туда залез? В трусах на крыше. Карлсон, ты что с тобой? Карлсон, ты что с тобой? Большой мальчик. Помогите. Страсбург звучит по-немецки, но это уже Франция. Город считается одним из самых красивых в Европе, а также центром французского обучения и европейской политики. Здесь, кстати, заседает Европарламент. Фуф, нагулялись мы по центру города. Тут действительно очень-очень круто. Я обязательно вот именно сюда вернусь, потому что я думал сначала и мечтал о Париже, как я там проведу где-то неделю. Вот возьму отпуск и буду там сидеть, смотреть на Эйфелеву башню и получать удовольствие. Но на самом деле вот в таких вот тихеньких, небольших городах самый сок Франции. Потому что в Париже это все равно здоровенный мегаполис с пробками, с кучей людей, с кучей туристов. Здесь же туристы все равно есть, но их значительно поменьше. Если вы хотите получить именно этот дух Франции, прочувствовать, посидеть где-то в кафешке, просто посмотреть на эту всю архитектуру, то едьте именно сюда. Когда тебя обгадили в прямом смысле. Рома, видишь? Это машина, как ты в комментариях на кедре. Ладно, я поощутил, братень, ты куда? Вернись. В Страсбург стоит приехать, чтобы утонуть в уюте узеньких улочек. И полюбоваться фахверковыми домиками, красиво отражающимися в многочисленных каналах. Исторический центр города представляет собой большой остров, образуемый рекой Иль. И это идеальное место для знакомства с городом и его исторической атмосферой. Дим, что происходит? Да ничего, ну сам не... Откуда я за короче, я понимаю? Короче, мы открыли машину с брелка, она начала орать. Сигнализация, потому что у нас села дополнительная сигналка. Где батарейка, Дима? Блин, знал бы, что у нас в брелке такая батарейка была. Вынял бы из него. Ожил. Ожил? Красавчик. Все, хорош. Мы движемся дальше и сейчас мы решили прокатиться по альпийской немецкой дороге. Ее общая протяженность 450 километров, но мы проедем какой-то маленький участочек. И она начинается от города Линдау, к которому мы сейчас едем. А сам город этот расположен на красивом озере Баду. И, кстати, если вы планируете туда поехать, нельзя просто, допустим, в навигаторе Google вбить маршрут, немецкая альпийская дорога, и чтобы он вас так и вел. Google нужно вбивать по пунктам. Или же все рекомендуют, я читала разные форумы, и блоги людей, которые путешествовали по этой дороге, говорят, лучше всего, когда вы подъезжаете к Линдау где-то на заправке, купить также карту бумажную и ориентироваться по ней. Или же вбивать все по пунктам. Но, зная Google, он обычно ведет нас кучеряво, а эта навигация также и не погашит эту дорогу. Думаю, да. Объясни на камеру, люди, почему ты лазишь в какие-то труднодоступные места? Я захожу на кухню, а оно стучится с крыши и махает рукой. Так еще и без штанов туда полез, если бы тебя французы увидели, чувак. Боже, как с ним ездить, блин. Двигайся, тут места нет. Чувак, а если поедем? Смотрите, какой... Это следующее ведрошо на нем будем лупить. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чувак, тут тканевая крыша, это кабриолет. Чувак, если ты его заведешь. А ну, дергай передачу коровку, коровку передать. Мир протыкает. Ох, чувак, смотри, это топливная рейка. это дизелек мы съехали с автобана и теперь едем по каким-то сельским трассам с ограничением 70 км в час тут очень красиво и очень медленно в горах мы нашли прикольную такую дорогу которая поднимается вниз она вся земляная но так как у нас полный привод и типа то мы решили съехать прям на оффроуд и проверить как она будет работать мы на оффроуде наташа что-то об этом думаешь нам бы еще встрять тут? тут грибы есть капец что мы делаем тут вот есть полянка можно рассмотреть думаешь не снесет а мне кажется вот там наверху есть полянка да да все останавливайся тут на самом деле очень крутой подъем я так уверенно лезла слушай мне прям понравилось мне прям зашло на самом деле мы поднялись на довольно таки крутой подъем камера не особо передает но потихоньку выкарабкались и полный привод здесь все-таки не для галочки понятно что это не суровый оффроуд тем не менее сюда мы смогли забраться легонечко без пыхтения без особых пробуксовок по вот такой вот скользкой траве заехали наверх за время этого путешествия мы уже смогли протестировать sx4 на лесных дорожках и даже легком оффроуде полный привод тут как и в большинстве кроссоверов подключаемый а для внедорожья предусмотрены режимы снег-грязь а также режим лок имитирующий блокировку межосевого дифференциала плюс sx4 в том что даже база здесь доступна с полным приводом и автоматической или ручной коробкой передач на выбор ну а минусы это не очень большой по кроссоверским меркам клиренс 180 миллиметров и внушительная губа впереди которая вместе несколько снижают геометрическую проходимость этой сузуки с начала нашего путешествия мы проехали уже более трех с половиной тысяч километров и мы сейчас на середине пути домой не на середине но тысячи наверно две нам еще навернуть придется и расход за все это время сейчас составляет 8 целых и одну десятую литр он немножко поднялся 7 и 6 но с парижскими пробками с нашими простыми кстати плюс кондиционер но кондиционер у нас и до этого он особо я думаю не играет по роли а вот то что в париже во время выставки в общей сложности я подсчитал мы около 9 часов потратили на пробки когда ездили туда и сюда и за это время конечно расход поднялся плюс немножко на какие-то внедорожья мы съезжали на то мелочи на самом деле сейчас нам осталось проехаться по красивой дороге и мы уже будем выдвигаться в сторону дома короче сложность в том что даже на заправке нет карты там где покажет туристический маршрут по баварии вот этот интересный по которому мы хотим проехаться поэтому мы нашли вернее наташа нашла в интернете ключевые пункты через которые вы должны проехать и мы построили часть этой дороги продолжительностью 215 километров и сейчас отправляемся по ней отправной пункт это город линдау этот город линдау он прямо . между швейцарией и австрии и если здесь съехать к озеру здесь даже и смотровая площадка где видно с одной стороны швейцарию с другой стороны австрии линдау это небольшой городок на юге баварии он находится на берегу боденского озера самого большого и одного из самых глубоких озер альп именно тут начинается немецкая альпийская дорога одна из самых красивых трасс германии по которой мы собираемся прокатиться я не знаю но он ползает на коленках дрон карточку и не доставил и отпружинило и куда-то сюда катапультировал ну мы с ромой очень плохо видим ты же знаешь у ставь камень скажешь из-за частых остановок путаницы с маршрутом и извилистых серпантинов на дорогах баварии сегодня мы проехали менее 300 километров за день и опять выбились из графика но даже с учетом трудностей она того стоило как оказалось одна из самых красивых дорог баварии включает себя достаточно большое количество серпантинов и наше передвижение сильно замедлилась мы нашли жилье в которое сейчас попытаемся заселиться но об этом расскажем чуть позже это часто бывает что таких местах дима тут заказал жилье и она сейчас было ощущение что мы зайдем какую-то маленькую каморку и тут бац тут место больше чем у меня дома суть в том что когда мы ехали сюда в мюнхене и вообще в баварии в целом по вот этим всем селам и городам были цены немножко пониже процентов на 40 если быть честным потому что сейчас мы едем мы думали уже даже в мюнхен ехать из-за того что мы открываем и номера на троих вот такие самую бюджетная стоимость идут от 160 как цены в париже когда мы ехали сюда такой номер можно было за 90 за 80 евро снять и очень видимо играет роль вот сейчас выходные начинаются сегодня пятница или четверг пятница пятница народ приезжает сюда цены растут поэтому в общем надо как-то тщательно планировать свой отпуск если вы собираетесь чтобы не заплатить лишнего бабла у нас есть личный многоместный балкон так что ребят мы пошли собирать наши вещи и будем отдыхать потому что устали мы просто не и мы очень правильно размерили свой маршрут вчера нам удалось пильнуть за день 250 я не знаю как так получилось и чтобы сегодня добраться домой нам надо пильнуть еще по 2000 чуть чуть больше в 10 раз мы находимся в австрии каким чудом нас сюда занесло я тоже не до конца понял поняли мы это когда проезжали вчера границы досматривали машину удалось прошмырнуть и мы оказались в этом замечательном отеле сейчас мы собираемся завтракаем и едем дальше бату доносит чем ты мотивировался поехали дальше сейчас мы прокатимся по крутым серпантинам и еще разом посмотрим на эти прекрасные баварские земли вкусим всю сладость осеннего воздуха и зеленого леса посмотрите , что там двух список на открыты двух и смотрите от на в так это это отличный и красивый маршрут вы порадуетесь краскам леса особенно в осеннее время вы будете удивлены с арпантинами но единственный минус это то что дорога идет вокруг сел и разных пастбищ периодически так тарит коровьим говном то ехать практически невозможно запах он варьируется от слабого и приятноприродного послевкусием горьким до такого что в машине невозможно ходить и сейчас один из таких моментов это просто пипец друзья здесь так настолько смертит что ехать нереально мелко уже не так просто а я не чувствую сегодня мы должны доехать до городка швангау и знаменитого озера альпен си а дальше чтобы оставаться в рамках бюджета и графика уже без установок выдвигаться домой по пути к швангау мы заехали в небольшой городок филсон который находится возле этого же озерца и вроде типичный обычный город ничего интересного но тут мы едем едем и бац памятник с крутящимися камнями на верхушке это же как они это сделали вот как бы все это место стало нашей последней точкой на немецко-альпийском маршруте мы проехали половину пути а всего он занимает около 450 километров и тянется практически до австрии до зальцбурга конечная точка вообще этого маршрута это озеро кёнигзе о котором мы вам когда-то рассказывали а сейчас мы находимся в окрестностях замка но и швейштайн на вот таком очень крутом озере альпен си я вам очень советую его посетить и я вам очень советую его китайцы за мной нафоткаются в странных каких-то позах видать у них так принято то она то так это был пранк на самом деле дима готовился к этому я отвлекал ваше внимание просто ох и наташи мне становится стрёмно стоять возле наташи потому что этим не копитающие сейчас меня начнут есть что начала и начала какую-то войну война миров гуси захватчики это же итак теперь без остановок мы решили ехать уже в сторону дома и нам за сегодня ну не за сегодня за сутки нужно преодолеть примерно 1900 километров доме 3 уже четыре тысячи двести километров пробега расход кстати упал до 7,9 литра а мы между прочим едем в среднем со скоростью 150 160 где-то так и самое интересное что при такой скорости терпимо ехать с точки зрения шумоизоляции и вполне комфортно ехать с точки зрения динамики потому что если допустим ты едешь 140 и тебе надо ускориться динамично это довольно легко получается ты нажал педаль куда 160 170 она вообще без проблем разгоняется я пробовал разогнаться до 180 и под горку больше 180 она не идет с горы получается но это неплохо я опять же говорю для этого мотора потому что например на той же xv с более оккубатурным мотором но на вариаторе разгоны были не так удобно и не так комфортно это все происходило подъехали к праге и еще тысяча 400 километров пути денег на бензин уходит немеряно несмотря на то что расход 7 и 9 с учетом километража и общей протяженности маршрута денег на бензин мы в этом прошу потратили очень много украина загруженность пунктов пропуска польша украина на краковце пишет стоять что час 19 когда мы сюда ехали мы там простояли больше пяти часов и вчера я читал в интернете что этот пункт действительно является самым загруженным и шагини пункта он даже по гугловским и по всем источникам интернете является самым свободным но тем не менее там придется попетлять чуть-чуть от границы поэтому самом деле я не знал что эта штука так умеет это достаточно удобно интересно протестить правду ли она говорит или нет потому что минимальное время на границе она показывает 30 минут мы провели на границе сейчас меньше часа довольно быстро все произошло опять же на пункте пропуска краковец на котором и выезжали поэтому все относительно быстро но правда сейчас мы проверяли сколько времени придется тут провести наше путешествие никак не подойдет концу но слава богу мы в украине проехали львов на границе простояли меньше часа это очень приятно и сейчас нам остается подзарядиться энергетически съесть по сосисончику выпить по кофе очку я надеюсь что сейчас на часах 6 утра еще не светло но мы такие вареные это ужас на самом деле достаточно сложно за день проезжать по 2000 километров но мы вроде бы справляемся текущий расход по бортовому компьютеру 7 и 8 литра еще чуть-чуть упал и по одометру сейчас пробег за наше путешествие составляет примерно по 5200 километров пока доедем до киеву будет 5 700 5 600 я уже считать даже разучился короче в этот раз мы мотнули очень многое наверное из всех ведра шоу это одно из самых длительных путешествий за неделю с нами столько всего происходило я сегодня даже прикинул что мы в среднем за семь дней проезжали около 800 километров если в общем посчитать потому что первый раз мы пельнули за сутки 1700 сейчас 2000 я чувствую себя немножко так закончилось еще одно наше путешествие в котором мы за неделю проехали в 5700 километров с общим расходом 7,9 литров таким образом за всю поездку на топливо у нас ушло 605 евро а также на жилье мы потратили 710 евро на еду 365 платные дороги 110 парковки 70 и мелкие расходы 15 евро и того 1875 евро у меня минус один глаз минус один водитель димасиком тоже не все хорошо дима